Переходим к следующему делу. Это дело «Аквапарк», и это дело также связано с проблемой контроля цен в неконтролируемых сделках. Я уже говорил, что на самом деле в рамках Верховного суда сложилось два пути решения данной проблемы. В одних случаях судебная коллегия указывает на возможность контроля цен, в других случаях, напротив, отказывает в такой возможности. И вот примером последнего подхода является дело «Аквапарк». Вообще, данное дело может служить ориентиром для налогоплательщиков наряду с делом став газоборудования. Какие аргументы следует приводить в такого рода делах для защиты своей позиции, поскольку данное дело вынесено именно в пользу налогоплательщика. Вообще, в данном деле Верховный суд попытался несколько сбавить в пыл налоговых органов по контролю цен в неконтролируемых сделках, указав на то, что сам по себе факт отклонения цены от рыночного уровня не может еще свидетельствовать о получении налогоплательщика необоснованной налоговой выгоды и, значит, не может данный факт являться основанием для контроля цен в неконтролируемых сделках. В данном случае суд указал на то, что необходимо исходить из совокупности обстоятельств, которые бы позволяли налоговым органам изменять последствия сделки путем пересмотра цены сделки. И в качестве таких обстоятельств были названы взаимозависимость сторон, создание организации незадолго до совершения сделки, особые формы расчетов, особые сроки платежей. Таким образом, повторюсь, данное дело следует учитывать налогоплательщикам и доводы, которые в нем отражены, должны развивать в своей позиции в том случае, если у них возникнет спор с налоговыми органами по поводу контроля цен в неконтролируемых сделках.